Добрый вечер дорогие друзья! Сегодня я подвожу предварительные итоги своего расследования дело дятлова как я и думал мой предыдущий ролик не все поняли настоящий следопыт настоящий дятловед должен был догадаться что его надо смотреть сзади наперед поэтому никакого брака там звуки нет вся информация зашифрована в обратной скорости если вы посмотрите его сзади наперед тогда вы поймете те секреты которые там излагаются по делу дятлова но поскольку не все могут смотреть ролики сзади наперед некоторым просто лень этим заниматься поэтому в этом ролике я постараюсь уже в прямой пропорции так сказать в прямом направлении времени изложить свои мысли на качестве ответов на вопросы которые поступают мне по моим роликам о дятлове во первых зачем я и почему я этим занимаюсь просто мне это интересно поэтому я этим и занимаюсь но мне кажется что нам очередной раз втирают очки или забивают баки как правильно мне здесь сделали замечание что баки не втирают а забивают как говорится забьем микки-баки вот в качестве ники нам сбивают баки сейчас прокуратура когда опять все сводит каким-то стихийным версиям то время как же ясно очевидно как дважды 24 что дело не в стихийных версиях а в убийстве в убийстве группу группы дятла кем как почему это другой вопрос но если двигаться последовательно логически выверено на сегодняшний день мы знаем только а то что там была техногенная катастрофа б что их убили и c что труп золотарева был поменен вот исходя из этих трех аксиум и надо крутиться и надо дальше выстраивать на этих трех столбах свою версию я уже достаточно усилий приложил к тому чтобы доказать истинность и 1 и 2 и 3 аргумента но если кому-то что-то непонятно а судя по вопросам которые мне поступают это очень многим непонятно то есть на 95 процентов вопросы такие как будто люди вообще не смотрели о чем я говорю вообще не следили о чем я говорю вообще или не способны понять что я говорю я не думаю что я уж так уж соумно и слишком глубоко копаю все эти вещи лежат на поверхности в чем проблема вообще вот всех наших этих формов детловедческих групп почему не могут приблизиться к истине ток-шоу этих всех на первом канале там на других потому что что касается потому что это всегда винегрет то есть это всегда в одной куче сваливается все начинают спорить каждый скажем дружка с дружкой цепляются каким-то частностям переходит на личности и в итоге все замутняется и рушится надо же брать чисто логическую цепочку последовательность событий почему произошло это отчего мы могло произойти это почему это может быть а это не может быть вот и все поэтому я занимаюсь этим делом так как я считаю нужно этим заниматься прослеживая связь между логикой и фактами как я говорил в своем предпоследнем ролике логика и факты взаимосвязь логики фактов вот и все что нам нужно установить какие факты какая логика этому соответствует какая логика какими фактами это подтверждается до факты должны быть проверены факты должны быть удостоверены согласен желательно из нескольких источников но что делать такова ситуация что нету бывает не нескольких источников зачастую негде взять есть один источник но он достаточно хорошо проверен и он уже позволяет многое отсечь так например показания пелагеи ивановны солтар медсестры бывшими сестры и в деле лаговской больницы которая беседе свои с корреспондентами есть такой центр гражданского расследования трагедии дятлова в кавычках это все пишется на вик это аббревиатура по первым буквам фамилии людей которые составляют этот самый центр так вот они имели беседу с пелагеи ивановны солтар ее супругом виктором константиновичем 4 5 июля 2008 года беседа была записана на видео а текст расшифрован вот александром кассом и выставлен в его работе тайной гибели экспедиции дятлова ссылочку на который я давал в скобочках замечу что я не во всем согласен с александром кассом но богатый фактический материал его работы он проливает свет на много вот в том числе выложены им протоколы просто-напросто расшифровки видеозаписи беседы с этой самой солтар пелагеи ивановны и и супруга виктором константиновичем а 2008 года где входят и беседы достаточно четко она показывает что трупы были привезены сразу все в первой же партии она прекрасно помнит было две девушки один мужчина о чем это говорит это уже говорит о том что вся дальнейшая сценировка с постановкой нахождение с временным интервалом трупов как мы знаем в первой партии была одна девушка колмогорова последних числах февраля она якобы была найдена а уж вторая девушка дубинина аж в начале мая была найдена в ручье то в данном случае вот пелагеи ивана показывает что нет уже в первой партии привезенных трупов было две девушки одна из них с опалеными волосами часть волос была опалена часть стопы была опалена это в том числе говорит о техногенной катастрофе которая там имела место быть что был взрыв была тепловая волна не у нее одной были ожоги одежды ожоги одежды были у других в том числе и часть стопы было имел 3 3 степень даже ожог третьей степени кривонищенко по моему что также невозможно объяснить ожогом от костра потому что уже при первой степени как я уже рассказывал человек вскоре хочет проснется там и так далее здесь уже в третьей степени это говорит о тепловом поражающем факторе взрыва который там имел место чего мы коснемся дальше но сейчас мы концентрируемся на том что три трупа в первой же партии привезены из них две девушки говорит о том что они все вместе сразу были изъяты с места преступления одномоментно и были привезены вот тремя партиями обмыты хирургом пруткина и медсестрой солтар они вместе работали с них была снята частично срезана одежда была закуплена новая одежда о чем я уже рассказывал в одном из своих предыдущих роликов их они были одеты положены в гробы заколочены и увезены неизвестном направлении солтар утверждает что свердловск но свердловский и не было поэтому этого она знать не могла но куда-то они были увезены о чем я рассказывал в предыдущем ролике в одном из своих предыдущих роликов что изначально план был таков что тайна их захоронить в том же и в деле а затем родственникам навешать лапши на уши о том что ребята геройски погибли не надо таскать тревожить их прах всем хранить государственную тайну они были участниками эксперимента шли по заданию кгб герои молодцы комсомольцы всем молчать тишь да гладь да божья благодать такой был план но информация как я уже объяснял но какой-то из стадий это этой операции замалчивания просочилась просочилась до родителей что трупы дятлосов найдены они обмыты заколочены у гробы их хотят похоронить пошли протесты со стороны родителей у трех из этих ребят были родители шишкари партийные функционеры высокого полета они обратились в цк они обратились генпрокуратуру с требованием выдать им трупы их детей представить им свои детей хотя бы виде трупов но они хотят знать что они действительно мертвы где они что они и тогда уже поздно было аннигилировать эти трупы их уничтожать как пишут мне комментаторы до сих пор пишут что если бы это было кгб да если бы это было какие-то силовики там да не просто уничтожили бык сожгли в трубу выпустили сказали бы что нету их все ищите искать можно бесконечно не получилось так для тупых еще раз повторяю что информация утекла уже на той стадии когда их привезли в евдельский морг закрытый морг за колючей проволокой информация утекла потому что повторяю еще раз трупы надо было собрать погрузить вертолет солдаты сколько там солдат участвовал неизвестно в этой операции вертолетчики которые перевозили труп привезли в аэропорт наш кто-то видел как их привезли перегрузили в грузовик значит кто-то перегружал водитель грузовика этого которых привез на зону работники кпп кого везете чего везете там работники морга знаешь санитарки кто помогал обмывать то помогал снимать одежду кто помогал и кстати дезинфицировать дезактивировать почему одежда светилась как потом медсестра уже свару с возрожденным уже экспертом который в марте делал сме уже утверждалось когда развесили одежду куркина нас светилась синим цветом то есть видимо ее дезактивировать что-то с ней делали то есть она до этого уже побывала в морге труп раздевали значит уже что-то с ней сделали с одеждой короче вот сколько этапов на которых могла утечь информация люди которые покупали одежду ведь родителям ничего не говорили одежду покупают когда родителям говорят они уже покупают одежду костюмы здесь втихаря все делали покупали об этом свидетельствует solter в своих вот этих разговорах с этим навигом то что была куплена одежда они были все одеты она это помнит она свидетельствует она сама их одевала Раздевалась, снимала одежду Одевала, она буквально говорит Как она одевала Сначала руки, потом растягивала Потом штаны Они были одеты Уже в костюмы какие-то Они были одеты В начале февраля Положены в гробы, куда-то увезены Почему это начало февраля Почему нельзя совместить эти события Этого морга С Солтер и Пруткиным Хирургом И того морга, где делали Вскрытие делали судноэксперты Возрожденный Ганс При участии прокурора области Клинкина Под надзором, вернее сказать Почему это разные события Потому что никакого ни Клинкина Ни Возрожденного, ни Ганса Это Пелагея Ивановна Ни ее муж Виктор Константинович Не знают, их тут несколько раз об этом спрашивают Вы что не знаете о Возрожденном Нет, не знает, не видела Не было их Это говорит о том, что это разные во времени Разные разведенные Ситуации И я уже доказывал и показывал Что и характер трупных пятен Который именно образовался в том морге Когда они лежали при плюсовой температуре Размораживались А для того, чтобы срезать Даже снять одежду И обмыть трупы Надо было их раздеть Для этого надо было их разморозить Потому что они были в замороженном состоянии Несколько дней они там пролежали И вот эти все трупные пятна Венозно-фиолетового цвета Что говорит о плюсовой температуре Как я уже объяснял Что розово-красного цвета Трупные пятна при минусовой температуре Образуется А венозно-фиолетово при плюсовой Так вот они пролежали в этом морге Размораживались там Все пятна на тыльной стороне Тулущей спины Что никак не соответствует позам Найденных уже в конце февраля Трупов Кто на животе Кто на боку Никак не соответствует Что еще раз говорит о фальсификации Одно доказательство Другое доказательство о фальсификации Их вообще бесчисленное множество С десяток можно их набрать Но вот просто наиболее явное Выпиющее доказательство Того что трупы были найдены Раньше чем их официально нашли То есть официально нашли Это уже в рамках спектакля В рамках фальсификации Реально нашли Сразу после трагедии Если не в день трагедии Вот с первого на второе Случилась некая техногенная катастрофа Произошло убийство этих людей Свидетелей По какой причине Кем Это другой вопрос сейчас Произошло убийство В этот же день Тут же эти трупы были найдены Обнаружены Собраны Доставлены в морг Значит если Если шестого Мы предполагаем Было открыто Реальное уголовное дело Значит уже до шестого До шестого февраля Вот за эти четыре дня Второго, третьего, четвертого, пятого Уже эти трупы Были обнаружены Привезены в морг И там обмыты После чего следователь Каратаев Заводит уголовное дело Следователь Местный Ивдельский следователь Владимир Каратаев Который Далее Вспоминал И об этом есть Интервью сотрудников газеты Комсомольская правда Еще не так давно Они брали Достаточно свободно Не то что сейчас Рассуждали Они беседовали И с самим Каратаевым Они беседовали Который умер в июле 2012 года Вот они успели Задать ему несколько вопросов Беседовали с ними Который говорит Что да Я так сказать Начинал это дело Но Когда я залез потом В архив уже Этого дела Реально существующего Которого сейчас существует Я никаких своих За подписью себя Самого Никаких документов Не обнаружил Все были оттуда изъяты Документы А он вел опрос Манси в том числе Он допрашивал Манси На предмет убийства Это же первая версия же Убийства По характеру травм Кто? Манси Вот он допрашивал Манси Собирал улики Ну когда ему намекнули А как ему намекнули Вот вспоминает Юрий Георгиевич Привалов Его друг Каратаева Его беседа Приводится в Комсомольской правде С ним беседа Что когда этот Привалов Встретился с Каратаем Уже позже уже Спросил его о деле Дятлова Что там было То Каратаев ему ответил Вот слова Привалова Я привожу Якобы Говорит Привалов Говорит Каратаев Привалов Были какие-то испытания И ребята стали жертвами Володя был краток Он сказал Что над Перивалом Пролетали какие-то Угненные шары Происхождение которых Неизвестно Он допрашивал Манси Но те были Непричастны к гибели А когда Каратаев Стал выстраивать Какие-то версии То его Вызвали на разговор В местное управление КГБ Попросили написать Что туристы погибли От переохлаждения Володя не согласился Тогда его убрали Из следственной группы И передали дело Криминалисту Льву Иванову То есть То дело Которое мы имеем Сейчас Уже Которое велось Криминалистам Львом Ивановым И прокурором Темпаловым Вначале Немного Где нет Следователя Каратаева А на самом деле Он уже вел Дело В начале февраля Уже было открыто Уголовное дело Которое он вел По факту Нахождение трупов Группы Дятлова То есть О том что Группа Дятлова Погибла И есть ее трупы Властям было известно Задолго до того Как официально Было открыто дело И начались Поисковые работы Вот и все Доказательства Дважды два четыре Чего там еще Доказывать Чего там еще Кого там еще убеждать Тут пишут мне всякие Спецы Спецы пишут Из специальных органов Ш этот Так сказать Накатываю На их органы Так сказать Незаконно Вызвали на разговор В местное управление КГБ Черным по белому Говорит Юрий Георгиевич Привалов Друг Каратаева Приводит его слова И попросили Написать Что туристы Погибли От переохлаждения Володя Не согласился Тогда его Убрали Следственные группы И передали дело Криминалисту Льву Иванову Вот и все Чего еще надо Значит КГБ Дело к этому Непосредственное отношение Но и это не все Дальше Есть такой Евгений Окишев Был такой Прокурор областной Свердловской Покуратуры Который Надзорное дело Вел уже Над этим делом Уголовным Так вот К нему тоже Подобрались Журналисты Комсомольской Правды И с ним Тоже поговорили И тут На голубом Глазу Выдал Ему спросили Как фамилия Каратаев Говорит о чем Нибудь Окишев Отвечает А Окишев Видать честный Человек Был кстати Вполне Такой Нормальный Прокурор Конечно Владимир Каратаев Был следователем Евдельской Прокуратуры Отвечает Окишев Говорят Что он Начинал следствие По гибели Туристов Да Именно От него Мы узнали Об этом Случае Говорит Окишев Каким образом Спрашивает Корреспондент Он позвонил Следственный Отдел Каратаев Позвонил И сообщил Что в горах Северного Урала Пропали Лыжники Идут Поиски Запятая Найденные Первые Трупы Сообщил Каратаев Следственному Отделу Областной Прокуратуры Свердловской Дальше Мы подключились К расследованию Иванов Вылетел Вы в деле Каратаев Рассказывал Что его Отстранили От следствия Про это Я ничего Не знаю То есть Главное Он уже Сказал Что еще До всякого Официального Дела Каратаев Позвонил Следственный Отдел Областной Прокуратуры И сообщил Что в горах Северного Урала Найдены Трупы Первые Трупы Группы Дятловцев Конечно Окишев Тут не будет Рассказывать О том Что Каратаева Вызвали Местное Управление КГБ Попросили его Написать Причину Смерти Замерзания Тут отказался Он конечно Все подноготную Здесь не будет Рассказывать Расписывать Это не в его Компетенции Но временную Цепочку Его ответ Выстраивает Однозначно Что сначала Были в начале Февраля Уже найдены Трупы Заведено Уголовное Дело То самое Настоящее От 6 февраля Что нам сейчас Пытаются втереть Что это Описка Там в каком То документе Хотя таких Таких документов Четыре Кроме письма Прокурора Темпалова Каратайова Есть еще Есть еще Допрос Местного Начальника Связи Визжайского От 6 февраля Так же Есть еще Допрос Есть еще Так сказать На самом деле 6 февраля И есть еще На постановлении Прокурора Зампрокурора Сыр Уракова О закрытии дела Так же Помечено Что дело От 6 февраля То есть Аж четыре Описки Значит Аж четыре Этих самых Ошибки Не многовато ли Для прокуратуры Значит Советского Союза 50-х годов Да еще Одной Из самых Строгих Прокуратур Вообще Работающих Как часы Свердловской Областной Прокуратуры Да еще И российской Прокуратуры РСФСР Нет ребята Это все Конечно Понятно Теперь дальше Еще И косвенные Свидетельства Того что Знали О трупах Раньше Знали Есть такой лесник Рэмпель Визжайский Лесник Которому тоже Подобрались Подобрались Исследователи Уже на этот раз Не Корреспонденты Комсомольской Газеты А вот Ребята Из всяких Форумов Энтузиасты Исследователи Была выложена Такая информация Неким Так сказать Роман Фелдберг Фелдберг Такой его Ник Который Сначала В группе Вконтакте Буквально Недавно 18 февраля Он выложил Затем На форумах В том числе Тайна Тайна Точка Ли Такой есть Форум Детловедов Всяких Исследователей Таинственных Загадочных Ссылочку Скину я На это Признание Он вышел Через Разноклассников Он вышел На Внучку Того самого Ремпеля Лесника Которому Заходили Перед походом Заходили Детловцы Просили карты Спрашивали Чего Местность Как пройти Был такой Немец Не еврей Немец Там много Немцев было Иван Дмитриевич Ссыльных Политических Которые отбывали Наказание Там В Дерилаге А потом На поселении Там оставались Жить Работали Вот он в том числе Один из немцев Ремпель Освободился Женился Там На русской И остался Лесником Работать Вот он знал Дятласов Он их отговаривал Туда идти Что кстати Косвенно Говорит о том Что шли Не на Тартен Они шли Именно на эту Гору мертвецов На Халат Чахль Халат Сахыл Он их отговаривал Туда идти На эту Гору мертвецов Потому что Говорят Что Там сильные ветра Там глубокий снег Там Это вообще Там манси погибли Там Кстати тоже удивительно Девять манси погибли На этой горе мертвецов Почему она называлась Гора мертвецов Девять Жертв Авиакатастрофы И девять Жертв Среди туристов То есть Число девять Да роковое Оказывалось Короче говоря Этот Ремпель И его внучка Вот связались С его внучкой И попросили Задать вопросы Ее матери То есть Кота на то время Еще жила Сейчас еще жива Дочки этого Ремпеля Которая была Уже взрослой Женщиной Уже она имела Маленькую Девочку Ребенка Двугодовалого Которая нянчилась Она прекрасно помнила И дятловцев И Как они общались С отцом И что отец Он говорил Вот эта мама Уже пожилая Женщина Дочка этого Ремпеля Она вспоминает Здесь отвечает На вопросы Вот Кто приходил Что они в кухне Сидели Визжая Жил Ремпель Лесник Про карту По карте Что-то там Они сверяли Смотрели Спрашивали И этот Ремпель Потом Она вспоминает Эта дочка Как был расстроен Ее отец Когда буквально После вот этой Катастрофы Во-первых Она говорит Что видели Это мама Говорит Дочка Ремпеля Что видели Яркую вспышку Именно с 1 На 2 Февраля В районе Перевала Дятлова Видели яркую вспышку То есть не только Охранник Ивдельлага Тут мне кто-то Тоже мозги компостировал Что-то Что там Один охранник Там видел Никто не видел Никаких испытаний Не было Значит Уже в рамках Официального дела Облпрокуратуры Надзорного Допрашивали охранников Видел там Один около 12 ночи С женой С кино Возвращался Видел яркие вспышки В районе горы В районе Перевала Дятлова Высоты 1079 И этот Второй Второй источник Дочь его Вспоминает Что они видели Очень яркую вспышку Аж за 60 километров Где Визжай И где перевал Дятлова Над перевалом Дятлова В этом районе Они видели Очень яркую вспышку В небе В ночном небе То есть То ли это была ночь То ли Раннее утро Она Не уточняет Не помнит Просто Что это было В этот день И после этого Она вспоминает Быстро Обнаружилось Что Ребята погибли Отец был очень расстроен И даже была снаряжена Первая поисковая партия Из лесников Вот была снаряжена В том числе И отец ее участвовал По Нахождению этих трупов И отец Говорит Очень Так сказать Был расстроен Что такие молодые Талантливые ребята Погибли То есть Уже тогда В начале февраля Было известно О том Что группа Дятлова Погибла Вот ссылочку На этот Разговор Я скину Внизу ролик Там Где вот эта Ремпель Мария Ивановна Внучка Она Задает вопросы Своей маме По наводке Так сказать Этого блогера Энтузиаста А Ее мама отвечает То есть Значит уже Ремпель Лесник знал Кратаев Вел дело Солтер Показывает То есть Уже вот Три источника Три источника Куда больше Уже Указывают на то Что трупы Были найдены Не 26 февраля А уже в начале февраля Сразу после трагедии Эти трупы Были уже Обнаружены Были обнаружены Они были отправлены В морг Обмыты С заданием Их переодеть Заколотить в гробы Тайно тихо похоронить Но не получилось Ввиду утечки информации Как я уже рассказывал Сценарий был переигран Стали вот разбрасывать Сооружать мизансцены Летчик Карпушин Показывает Когда пролетал там Это гражданский летчик То есть он не Карпушин Георгий Он не участвовал В поисковых работах Он не работал На КГБ Он просто Гражданский летчик Который там пролетал 24 числа И в газете Айф Урал 2004 года Он показывает Что я видел палатку Стоящую на перевале На склоне Халат Чахуля И два трупа Возле нее лежат Один женский Другой мужской Женский То есть длинными волосами Один мужской Значит уже Не соответствует Это официальной картине Найденных трупов Как мы знаем Никаких трупов Возле палатки Не было Палатка стояла Трупов там не было Поисковики говорят Что вначале Они видели Как Значит Мужчина и женщина Под кедром Сидели возле костра Как бы такие Замерзшие Пытавшиеся развести костер Такая мизансцена была Потом говорили Что Кривониченко и Зарашенко Лежат накрытые Синим одеялом При акте осмотра Значит Местопроисшествия Акте нахождения Этих трупов Уже исчезло Это синее одеяло То есть Понятно Что все эти ребята Ходили уже Под клопаком КГБ С ними рядом Параллельно ходили И в Дельлаговске Ходили ребята Это группа капитана Чернышева Который был Заместителем Масленникова По поисковым работам Между прочим Указ считает Что они были убийцами Вот этот спецназ Это их Дельлага Это группа капитана Чернышева Там кадровые военные Кто-то мне тут втирал Что какой там спецназ Вы в Дельлаге Там срочники Да Срочники Кадровые офицеры Капитан Старшина Лыжники Спортсмены Специализировавшиеся На поимке беглых зэков Нормальные такие срочники Которые судили Все соревнования По лыжам Здоровые мужики Значит спортсмены Этот вот Ив Дельлаговский Спецназ Капитана Чернышева Он там присутствовал На этих Но убийц или не убийц Это все надо доказывать Это не факт Вот кстати То что Меня поколебало В мысли Что вот Как КАЗ говорит Вот они убийцы Вот эти В Дельлаговской Группа Капитана Чернышева То что Я в книге Анатолия Гущина Уже прочитал Цена Густами Девять жизней Где он описывает Где он Приводит воспоминания Поисковиков Что с нами был Капитан Чернышев Который обратил Их внимание На следы От военных ботинок Вот обратите внимание Тут еще кто-то был Ну стал ли бы Это делать убийца Если он Убийца Стал бы Какие-то улики Приводить Если только Он не хотел Перевести стрелки На каких-то других Так сказать На какие-то Другие Каких-то других людей Сам может быть Пришел на лыжах Как вспоминали Манси Анямова Что Вскоре По лыжне Дятловцев Через несколько дней Прошла группа военных На узких лыжах По этой же лыжне Может быть Это и был капитан Чернышев Со своими ребятами Конечно Следов от ботинок Они не оставляли Наверху Возле палатки Они видимо Подошли туда На лыжах Неизвестно Понимаете Это все Надо проверять Проверять Доказывать Так вот тоже Как я вот Выставил фотографию Чернышева Вот они Убийцы Я не говорил Что это убийцы Сто процентов Нет Это все Надо доказывать Но то что их убили И потом все это Инсценировали Это уже понятно То что инсценировали Одеяло Синее Почему синее Одеяло Поисковики говорят Блин Накрыты трупы Кривониченко Дорошенко На одеялах Перетаскивали Растаскивают Трупы На одеялах Очень удобно Положил Идешь по снегу За собой одеяло Двое тащат Или один Следов не остается Заметают Ровный след Закатывает Все Следы закатывает Да плюс еще Сверху снег Там нападает Почему Свернули поиски При приближении весны Потому что Как говорят Опять же Поисковики С таянием снега Стали обнаруживаться Новые улики Следы Вот этот верхний снег Который сверху Стаивает А там еще Следы оказываются Других людей Понимаете Поэтому быстренько Все это свернули Я уж не говорю Про то что найдено Как я рассказывал Обвязки Там Обмотки Портянки Там И прочее Патрон Пулеметный Трассирующий 54-го года Образца Прошедший Пуля Пуля Патрон Пуля Трассир Прошедший Ствол С нарезами То есть Выстреленный Выстреленный Патрон Пуля Короче говоря Понятно Что все это Было Инсценировано Доказательств Тому что Трупы Найдены Были раньше Масса Вопросы О том Почему КГБ Они бы Все бы Сделали так Что Комар Носу Не подточит Ну а что Профессионалы Не ошибаются Что ли Во первых Разыграли Не так Что действительно Долгое время Никто ничего Не подточил Трупы Найдены Родителя Относительно Успокоены Что Вот вам Ваши Трупы Вот Пожалуйста Смотрите Есть масса Фотографий Где даже На похоронах Кто-то говорит Закрытых Закрытых Там В открытых Гробах Они лежат С ними Прощаются Там Гражданская Панихида Видимо А откуда Цвет лица Видели Что цвет Лица От Ярко Оранжевого До Темно Бурого Что Они Выглядели Как Негры Там В гробах Именно Потому Что Открыты Были Гробы То есть Видели Короче Говоря Родители Относительно Успокоили Относились Что Вот Они Трупы Они Найдены Это Была Цель Этой Операции Чтобы Кипиш Не Поднимать Родители Писали В ЦК В Генпрокуратуру Подняли На уши Там Все С ЦК Звонили В обком Поэтому Решили Разыграть Такую Карту Вот И все Объяснение Что Тут Собственно Говоря Непонятного Сделали По-другому Смотрите Ролики Внимательнее Там Я все Объясняю Всю Эту Логику Я все Разъясняю Вот А зачем Это Сделали И кто Это Сделал Но Во всяком Случа То Что Это Не Был Просто Криминал Доказывается Вот Этим Самым Третьим Фактом Отсутствующего Золотарева То есть Если бы Там Всех Положили Можно Было Грешить И на Манси И на Кого Версию С Манси Он Сразу Отрицает То Что Люди Безобидные Ничего Плохого От них Ждать Нельзя Вот И как Я уже Говорил Что Убиты Все Были Холод На Холод То есть Без Применения Огнестрельных Огнестрельных Ран Для Манси Такой Задачи Не Стояло Они Хотели Кого То Замочить Они Замочили Из Ружей Из Карабинов Которые У них Для Манси Не Было Никакого Там Священного Места Тоже Не Будет Все Сказки Выдумки То Что Это Гора Мертвецов Да Это Факт Рэмпель Это Подтверждает Он Предупреждал Не Ходите На Горы Мертвецов Он Говорил Этим Самым Нехорошее Место Что Там Рвануло Шары Ли Какие То Были Какие Эксперименты Военные Проводили Были Ребята Студенты Частью Этого Эксперимента Почему Они Так Были Затарены Фотоаппаратами 10 Фотоаппаратов Почему Там Кинопленку Нашли Там По Свидетельству От Монаке Поисковика Когда Там Ворошили В палатке Выкатился Рулон Пленки Засвеченный Рулон Из Коробки Выпал Значит Кто-то Сорвал Предварительно До Побывав До Поисковиков В палатке Сорвал Эту Упаковку Светонепроницаемую С пленки Просто Напросто Засветил И все И ушел А Если была Одна коробка Пленки Значит Была еще Камера А в камере Была еще Другая Пленка Значит Все это Куда-то Исчезло В деле В уголовном В описях Ничего Этого Нету Никаких Упоминаний Пленку Видели Поисковики А где Кинокамера Кинокамера Была Глупо Тащить С собой Рулон Кинопленки Что Потом Заправлять Фотоаппарат Это Глупо В условиях Похода Там Все Засветится Там Нет Лаборатория Нет Темных Мест Абсолютно Трудоемкая Работа Кассеты Заправлять Кинопленкой Хотя Тоже Самое По сути Тоже Самый Негатив Но Трудоемкий Процесс И требует Абсолютной Темноты Непонятно Что за Пленка Куда Она Делась Как Значит Ребята Шли Что Фиксировать Что Принимать Участие В каком То Эксперименте Что Там Произошло Огненные Шары Ли Это Были Ракета Ли Это Была Бомба Какая Это Была Что То Там Рвануло Это Факт Не Тронули Боеголовка Кто То Говорит В 70 Годы Только Она Появилась В 70 Годы Серийные Разработки Пошли А Тестовые Испытания С Пятидесят Годов Вели И Кстати В своей Статье Про огненные Шары Прокурор Иванов Сообщает Что По краям Леса Он Нашел Обожженные Ели Значит Взрыв Какой То Был Тепловая Волна Была Обожженные Ели С чего Они Вдруг Именно В этом Месте Не На горе Тартен Где Как Считают Многие За 14 Километров Они Были И Там Они Погибли А Потом Перебросили Или На лыжне Вот Их Замочили Как Тот Ж Каз Считают А потом Перебросили Сюда Нет А вот Именно Здесь Что Это Произошло На Этом Склоне Этого Хала Чахля И Тому Есть И Другие Подтверждения Кроме Следов Которые Остались На Снегу Почему То Других Следы Не Остались На Снегу Комсомольская Правда Приезжала Туда Следила Потом Говорила Вот Хорошие Следы У нас Такие Же Только Остались Правда На Два Дня На Два Дня Потом Все Ветер Их Разрушал А Эти Следы Несколько Месяцев Простояли Значит В Начале Февраля Трагедия В конце Февраля Нашли Следы Поисковики Говорят Поисковики Говорят Что Еще И Февраль И Март И Апрель И Там Уже Где-то К маю Только Они Исчезли То Есть Вот А это Были Такие Оледеневшие Каменные Такие Следы О чем Говорит Это Что Они Были Оставлены На Разогретом Снеге Когда Разогретый Снег И Потом Резкое Охлаждение Это Превращается Все В лед Ветром Обдувается Это Все А Эти Остаются Как Камни Эти Следы Как Каменные Там Кто-то Даже Потрогал Этот След Пытался Ногой Сдвинуть Бесполезно Это Говорит О чем О том Что Именно Там Они Шли Именно Там Это Все И Произошло И Именно Там Скорее Всего И Склон Весьма Удобный Зачем Возвращаться Назад Они Прошли Такой Путь Уже 150 Метров До вершины Оставало Зачем Возвращаться Логично Уже И так Они День Потратили На Восхождение Еще Один День Тратить Чтобы Спуститься Логично Было Заночевать Там Другое Дело Что Печка Не Растоплена Да Вот Это Все Конечно Надо Изучать Это Все Дополнительные Вот Эти Все Правильно Походники Я же не говорю Что Вот Я тут Сижу Такой Умный Как Бо Я Все Понял А Вот Походники 40 лет Ходят Они Ничего Не Понимают Нет Конечно Я Так Не Считаю Вообще Я Считаю Что Я Не Свою Версию Излагаю А Скорее Всего Она Уже Где То Была Она Где То Попалась В Голове Застряла А сейчас Я Излагаю Что Мы Имеем Три По Крайней Мере Походники Тоже Свои Лепту Вложили В том числе Почему Печка Не Растопленная В Два Часа Ночи В Нетопленной Палатке Ночевать На Холодной Не На Холодной Если Там Было Минус 25 Градусов Там Не Заночуешь Короче Говоря А Может Ее Просто Эту Печку Сняли А А потом Не Стали Заново Собирать Трубу Вынули Там Я Не Знаю Все Может Быть Понимаете Поэтому Мы Имеем Только Три Неопрожимых Факта Фальсификацию Дела Убийство По Характеру Травм Люди Им Помогли Умереть Не Замерзание А Люди И Третье Подмена Трупа Золотарева Понимаете Вот Если Не Было Подмена Трупа Золотарева Можно Было Все Что Угодно Там Придумать Беглые Зэки Там То Ще Но Именно То Что Золотарев Труп Был Помен И То Что Родственникам Было Сказано Что Тело Вашего Сына Не Нашли Матери Было Сказано Кометентных Органов Это Говорит О том Что Либо Он Был Шпионом Его Разрабатывали Как Шпиона После Этого Он Изъят Из этой Группы Для Чего Или Он По Ошибке Был Принят За Шпиона Соответственно И Вся Его Группа Поддержки Которая Воспровождала Или То Или Это Мы Не Знаем Но Тот Факт Что Его Сын Оказался В течение Года Германии Из Подальше Этого Золотарева Который Был На самом Деле Скорее Все Разведчиком Смершевцем Контрразведчиком Никаким Шпионом Он Не Был Но Произошла Видимо Какая-то Ошибка Грубейшая Чья-то Ошибка Его Посчитали За НАТОвского Шпиона За Иностранного Агента И Всю Группу Вместе С ним Что Там Произошло На месте Я Мы Не Знаем Ни Своими Силовиками Почему И Дело Было Засекречено Почему И Был Гриф Сов Секретно И Дело Было Не Доведено До Суда Дело Было Заморожено Потому Что Если Это Было В Сотый Раз Повторяю Лавина Доска Ураган Никакого Смысла Секретить Его Не Было Никакого Наоборот Все Расписали Родителям Все Рассказали Вот Доска Вот Ураган Вот Это Все Вот Так Так Бывает Вот Видите Тогда Были Трупы Лежали Там На месте И Не Надо Было Ничего Выдумывать И Не Надо Было Перекладывать Раскладывать И Тогда Ничего Не Секретили Это Все Естественные Причины То Что Нам Сейчас Пытаются Объяснить Секретить Нечего Точно Так же Как Если Они Были Убиты Иностранными Диверсантами Разведчиками Об этом Так же Трубили Во всех Газетах И Не Говорили Бо Никаких Провалах Зачем Ерунду Придумывают Провал Разведки Поэтому Об этом Не Говорили Да Не Говорили Бо О Провалах Говорили Бо Просто Мирных Студентов Туристов Убили Иностранные Диверсанты Вот И Все Проклятые Американцы Пролезли На Уральские Горы Замочили Девять Ни в чем Неповинных Наших Энтузиастов Походников Вот так бы И говорили Не стали бы Всю подоплеку Рассказывать Что Несли Радиоактивные Свитера Контролируемая Поставка А так Это Вот Тут Прокололись Зачем Пропаганда Не знаете Как работает Пропаганда Что Никто Не стал Все это Расписывать Просто Сказали Что Иностранцы Убили Наших Ребят Но Это Невозможно Поверил Как в то Что они Собирались Через Северный Полюс Уйти За границу Как Приходили Я рассказывал Люди В серых Шинелях И спрашивали В УПИ А могли ли Ваши ребята Уйти Через Северный Полюс За границу На них Смотря Как на Идиотов Это Как раз В тот Период До Официального Объявления Поисков До 25 Февраля До 24 В этот Промежуток От гибели Дятловцев До начала Официальных И наводили мосты А можно ли Их вот Сбагрить Так Сплавить Так Чтобы их Никто не нашел И уже Ничего не разыгрывать Вообще То есть Исчезли И исчезли Прорабатывалась Такая версия Я уже говорил Об этом Не прошло Никто бы не поверил Точно так же Как не поверили бы И в лавину Потому что Пришли поисковики Палатка стоит На месте Никаких следов Ни лавины Ни снежные доски Ни урагана Ничего нет Никаких следов Поэтому И никто бы Не поверил Потому что Люди смотрели Своими глазами На этом месте И еще Маленький факт Который говорит о том Что именно на этом месте Произошло преступление А не на каком-то другом Но это по моему мнению Не на Тартыне Не на Тропе Потому что Тот же следователь Иванов В своей статье Про огненные шары Тагильский рабочий По-моему газеты 90-й год Упоминает такой факт Что на стволе кедра Остались аж Частицы мягких тканей И мышцы даже С внутренней поверхности Бедра Вот этих самых ребят Кривоничника и Дорошенко Которые туда лазили Никаким образом Это нельзя объяснить В этом случае Если трупы просто Перебросили С другого места действия Никаким образом Частицы мягких тканей И мышцы внутренней стороны Со стороны бедра Не могли остаться Иначе как Если просто лазили Лазили по этому стволу Ребята Обламывали руками ветви Иначе это объяснить невозможно Точно так же Как это нельзя объяснить Сбрасыванием с вертолета На сучья этого дерева Кедра Трупов уже Невозможно так пролететь Чтобы Обломать ветки И еще оставить Вдоль ствола Частицы мягких тканей С внутренней поверхности бедра Такого не бывает Просто невозможно Уж не говоря о том Что Если бы их сбрасывали Вот на дерево Специально Там не было бы Слован позвоночник Там Не было бы Открытых переломов Там разбитой головы Там и прочее Маловероятно Скорее всего Их там умертвили Тупыми предметами А так же И возможно И холодным оружием Так я говорил В случае с Дятловым На этом я пока Заканчиваю свою передачу О предварительных итогах О предварительных итогах От дела Дятлова И ответы Как я надеюсь На некоторые вопросы На многие вопросы Которые поступают Они поступают Преимышенно одни и те же Одни и те же Да не может это быть Да вы клевещете Да это Лучше по делу Что они писали Вот как человек По делу написал Что вряд ли Это была нейтронная боеголовка Потому что Засвечена пленка В фотоаппаратах Да То есть нейтронная боеголовка Излучение Пленка засвечивается Но Может быть Они были на достаточно В достаточном расстоянии От этого Севшую пленку Не засветить Может быть У них были Какие-то защитные Устройства Для этого Кассеты Какие-то Специальные Чтобы КГБ Выдало Я не знаю Защита фотоаппаратов Фольга Какая-нибудь Я не знаю Это надо Специально изучать Специально Так сказать Все это Тестить Проверять Во всяком случае То что радиация была Об этом говорят Три радиологической Экспертизы Просто так бы Не стали делать Если было бы Просто Замерзание Ну не стали бы Не назначал бы Ни Иванов бы Ни партия бы Ни назначала Радиологическую Экспертизу Этих самых Поисковиков О результатах Которые им не сообщили Ни Кикоин бы Физик-академик Не приезжал С своим прибором Эксклюзивным бы На место поиска И не замерял бы Радиационный фон А потом бы А потом тоже Уехал И никому ничего не сказал Поэтому что-то Связанное с радиацией Скорее всего Было Да и могилы Говорят Забетонировали Ребят А для чего Забетонировали Может быть Чтобы они не фонили Чтобы никто не мерил Там радиологический фон Или для того Чтобы сгумацию Невозможно было провести Не знаю Вопрос На этом я заканчиваю Сегодняшнюю Свою передачу И так затянувшуюся С ответами на вопросы И с подведением Промежуточных итогов Моего Так сказать Такого Исследования Дело Бятловцев Всего доброго До новых встреч Субтитры подогнал «Симон»